Работники аварийной службы, занятые ликвидацией последствий прорыва водопровода на автомагистрале М39, сообщили, что до конца этого дня в Самарканде водоснабжение будет восстановлено полностью. На месте ЧП задействовано 8 единиц спецтехники, включая два экскаватора, три автомашины по откачке воды, три сварочных аппарата. Кроме того, работают сотрудники ППС, областного управления «Автойоль», две аварийные бригады предприятия «Самаркан-Султамин-Отэм». Напомним, 6 мая 2021 года около 20.40 на 1081 километре международной автомобильной дороги М39 Алматы-Ташкент-Термес, проходящей по территории Самаркандской области, под дорогой произошел обрыв водопровода высокого давления диаметром 1200 миллиметров. В результате произошла утечка большого количества воды. Обрушился участок левой стороны дороги размером 15 на 6 метров. В ту ночь под проезжей части дороги лопнуло 4 метра трубы. Точка прорыва находится на расстоянии 15 метров от места, где поток воды обрушил часть трассы. В данное время сварщики, рискуя жизнью, производят сварку трубы изнутри. Иначе пришлось бы раскопать всю дорогу, говорят представители дорожной службы. В целях безопасности работников под землей включены вентиляторы. Регулярно подается кислород. С 8 числа сейчас к вечеру где-то 6-6 часов полное водоснабжение восстановится в город Самарканд. На сегодняшний день мы частично сейчас подаем воду, но не на всех, по всему участку города. На данный момент сейчас ведутся работы по устранению утечки. Это замена аварийного участка трубы. Сварщики-специалисты работают над этим. Наши сварщики-специалисты сейчас на данный момент где-то под проезжей части где-то метров 15-13 метров ведут замену трубы. По словам инженера Горводоканала, данный водопровод высокого давления обеспечивает питьевой водой в среднем 75-80% населения города. Трубы, проложенные в 70-х годах прошлого столетия, давно изношены и требуют модернизации. Из около 800 километров магистральных труб свыше одной четверти считается непригодный. Срок эксплуатации подобных водопроводов в 30 лет. В этом году в соответствии с государственной программой будет заменено 100 километров магистральных водопроводных труб.